Жители домов 6201 и 6201-Б сегодня вышли на улицу и устроили своеобразный митинг. Они недовольны и намерены отстаивать то, что им обещали при заселении в дома. Фудамент соседнего объекта построили 14 лет назад. И вдруг на его месте снова решили строить. В то время, когда у имеющихся домов нет ни детских площадок, ни тротуаров, ни парковочных мест. Здесь дом строить нельзя, потому что в советское время не стали строить. Потому что по нормативу не подходит. А теперь получается, можно. 62-й комплекс не новый. Он густо заставлен домами и этот объект – последний долгострой. Сейчас этот фундамент, по словам митингующих, общественный туалет. Зимой здесь живут бомжи. Жители окрестных домов давно просили снести эту постройку и организовать сквер. Но на днях им сообщили, скоро здесь снова начнется строительство дома. Одна детская площадка на шесть прилегающих домов, дорога без тротуаров и проезжая часть шириной в одну полосу. Проблем в этом месте и так немало. Стройка, по мнению жильцов, только усугубит ситуацию. Невозможно не проехать к месту стройки. Нет физической возможности для установки строительного крана. Нету стояночных мест даже для уже живущих здесь жителей. Нету зеленых насаждений. Нету места отдыха для детей, для пожилого населения. Будут ездить вот эти все самосвалы и все будет ездить через наш двор. То есть я вообще не представляю, как это можно будет здесь потом жить. Дело в том, что у нас у самих на дом практически парковок нет. А если они поставят, то где у них? У них тоже нету места для парковок вообще. По словам владельцев объекта, по генплану застройки города на этом месте обозначена 14-этажная башня с адресом 6201А. Город продал долгострой с аукциона и теперь его нужно доводить до ума. Продолжение работ здесь одобрили все надзорные органы и муниципальные власти. Застройщик же обещает, что неудобства, связанные с этим, не больше, чем на год. Максимально, которое можно создать стояночные места, гостевые места, это будет создано. Там действительно места маловато, конечно, но нами получено разрешение на размещение детской площадки на территории школы. Это законом допускается. Но, по словам жителей окрестных домов, все разрешения получены на основе документов 14-летней давности. По СНИПам этот дом здесь не может быть построен, потому что между высотными домами должно быть не меньше 20 метров. Здесь 15,5 метров. Как это может быть, у нас, конечно, большой вопрос. Активисты писали письма в блок Путина. В пятницу были на приеме у полномочного представителя, президента России. Он обещал разобраться. Мы готовы посменно дежурить здесь. У нас уже были идеи, чтобы не дать проехать строительной технике по нашей автостоянке. И поставить здесь лавочки. И посменно бабушки согласились, что будут выходить и протестовать против стройки. Тем не менее, уже завтра строительная техника должна появиться в этом дворе. А если люди преградят рабочим путь, то представители компании-застройщика расценят это как самоуправство. И обратятся за помощью в полицию. Анна Кондратова, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.